Дай бог вам, ребята, чтобы вот это увлечение хоккеем пошло с вами по жизни. Независимо от того, это будет профессиональный хоккей или любительский. Я в детстве играл в хоккей, очень любил эту игру. И эти мальчишки тоже любят хоккей. Даже ноша в 8 килограммов не помеха. Именно столько весит обмундирование маленьких хоккеистов. А еще нужно держать рановесие, следить за координацией, да и клюшка весит немало. В связи с этим глава района Александр Кузьмин вручил спортсменам новый легкий инвентарь. Вес одной клюшки порядка 120 граммов. У некоторых мальчишек радости нет предела. Во-первых, клюшки пришли, это топовая модель. То есть по этой клюшке цена 12 тысяч рублей. Не каждый из мальчишек себе может позволить такую клюшку. За счет флекса, за счет прогиба клюшки у них усиливается бросок. То есть они очень, с этими клюшками, многие из них очень добавят в броске. Антон Белых занимается хоккеем с 5 лет. На льду ведет себя уверенно, проявляет себя как настоящий лидер. Всякие силовые упражнения. И на катание делаем, на ведение. Ну короче, мы становимся лучше с каждой тренировкой. Нужна была новая клюшка, потому что эта уже практически сломалась. Где? Ну у нее уже тут вот так потихоньку тащит. Но она если сильно очень бросить, она может переномиться. Акцент на игровые виды спорта становится все ярче. Подарок получили не только хоккеисты. Футболистам в канун Дня физкультурника вручили новые мячи. Также появилась машина для нанесения разметки на поле. У спортивной школы уже имеются два 17-местных автобуса, которые доставляют ребят на соревнования областного и межрегионального уровня. В Великогорском районе самая хорошая база из всех муниципальных образований Вологодской области. Так как у нас все виды спорта охвачены. В этом году мы заканчиваем еще центр единоборств. У нас есть плавательный бассейн, есть мороз-арена, есть фок. Уверен, что все эти условия, которые мы создаем, дадут результат развития спорта в Великогорском районе. Получив подарки, хоккеисты уже на следующий день отправились на турнир в Архангельскую область. 28-29 августа ястребы сражались за победу в межрегиональном турнире. Итогом стараний стало второе место. Татьяна Меркуриева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Татьяна Меркуриева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».